Здрасьте! Каре. Каре. Вы говорите путешествия. Путешествия иногда меняют жизнь. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Я люблю выпить. Это правда. Чтобы страна знала, кому бить морду по прилету из Италии. Расскажите про перспективы на лето, только про реальные. Квартал красной фонарей и официальные экскурсии. Здравствуйте! Я Наталья Дуброва. Привет! А я Татьяна Комарова. Сегодня у нас на канале эксклюзивные гости. И мы все собрались в том вот уютненьком грузинском ресторанчике, который называется Дедико. А Дедико значит мамочка. Ну, в общем, мы пришли в гости к мамочке. Здесь, как говорят, обалденная грузинская кухня. Путешественникам, я думаю, будет мега интересно посмотреть это видео, потому что наша гостья владеет такими секретами, перспектив именно туризма, к которым мы с Таней доступа не имеем. Как, что будет, какие страны. Кроме того, она расскажет еще. Я просто знаю, она знает такие истории, когда путешествия изменили жизнь, изменили судьбу людей. Да, в общем-то, она и сама изменила свою судьбу благодаря путешествиям. Ну, в общем, давайте с нами ужинать, давайте смотреть это видео, давайте узнавать секреты. Будет вкусно, будет много грузинской еды, будет, ну, я думаю, что будет полезно. Ну и давайте все-таки познакомимся с нашей гостью. Наконец-то. А то мы сейчас с Таней будем 40 минут говорить. Это у нас Танечка. Кто смотрел наши видео, как мы ездили на Полтавщину, Одессу, да, вот это вот, собственно, она. Она нам, кстати, помогла и забронировать, вы спрашивали, тур на Занзибар. Вот, собственно, Таня. Я так ждала, чтобы вы оттуда благополучно вернулись. А мы благополучно вернулись, Настя, хорошо. Отовсюду всегда. Отовсюду всегда. Да. Путешествия изменили и судьбу нашей Танечки. Потому что раньше Таня работала в налоговой, ребята. А теперь она работает в туризме. И, по-моему, счастлива. Вся история вселенной – это череда любовных историй, а еще череда рожденных детей в турах. Зачатых и потом рожденных. Ничего себе. Чисто ни слова. Ну, очень способствует обстановка. Романтические города, прекрасные гостиницы. И вообще нету давляющих на тебя обстоятельств работа, семья, там, родители, условности какие-то. Мы собирались на Полтавщину перед 8 марта. И буквально в последний день перед выездом позвонил парень, и он один был. И я его спросила вам заказывать место в ресторане для того, чтобы провести вечер на 8 марта. Он говорит, нет, ничего не надо, я один, я просто буду отдыхать. И потом, когда мы уже рассаживали группу в ресторане, смотрю, он стоит там на входе такой печальный. Ну, надо его куда-то определить, а места нету. Ресторан под завязку. И мы пошли так с администратором по столам, смотрим, сидят две барышни, такие все красивые, полтавчаночки, губы вишни, глаза смородины. И прям вот они так с собой горды, что вот они в этом ресторане вдвоем. Ну, мы к ним подходим и говорим, девчонки, вон, смотрите, киевляне, холостяк, красавец, возьмите к себе. Ой, нам никого не надо. Ну, он говорит, ну и сидите курицей себе, дальше до конца, может, кого высидите к старости, к пенсии. И мы пошли к другим. А там тоже две девочки сидят, бутылочка шампанского стоит. Говорит, заберите себе холостяка, я его первый раз в жизни вижу. Они говорят, а давайте. Ну, в общем, они этого Макса к себе забрали, посадили. И я такая счастливая ушла в номер. А наутро уж спрашиваю там аккуратненько на завтраке у его товарища по номеру. Говорю, ну как там Макс, доволен? Хороший вечер был. Ну, наверное, доволен. В шесть утра пришел. Все хорошо. Ну и день такой был в Полтаве насыщенный. Там и музей, и экскурсии, и поездки. И уже надо уезжать и возвращаться. И я смотрю, у группы есть, Максима нет. Говорю, господи, где же Макс? Они говорят, да вот они стоят, прощаются. А они такие за руки стоят, оторваться друг от друга не могут. Вот прям любовь-любовь. Ну, мы уехали, все было вроде хорошо. А потом к лету он звонит. Он говорит, я хочу в тур. Хочу в тур в Европу. Говорю, Макс, но ведь в тур в Европу надо с кем-то ехать, чтобы жить вместе. Нам трудно подобрать подселение мужское. Он говорит, а мне не надо подселение, у меня есть пара, мы уже вдвоем. А это у нас такая овощная закусочка, да? Да, это у нас баклажанчики же, правильно? Да, и рулетики. Баклажанные рулетики с чем-то. Сверху гранат, а там внутри... Танечка, помогайте, там ореховая заправка. Сверно-ореховая заправка какая-то. Да, да. Сверно-ореховая заправка, точно. Как хорошо, чтобы вас позвали. Как хорошо, вах-вах. Наслаждаемся. Ну да, очень вкусно, кстати. Порция этих рулетиков стоит 125 гривен. Чтобы было понятно тем зрителям, которые живут не в Украине, 1 доллар – это 28 гривен. И вы можете легко пересчитать цены на доллар или на вашу валюту. Девочки, за рулем! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Кизиловый морс, очень вкусный. Ну что, у меня тоже есть кизиловый морс. Только у меня еще есть вот что. Запирали, да. Ну, как кизиловый морс, очень вкусный. Очень вкусный, да? А у вас тархунчик, да? Ну, у меня тархунчик, он уже второй стакан на подходе. Я тоже второй закажу. Тархун стоит 45 гривен. Кизиловый морс – 25 гривен. А бокал вина стоит 75 гривен. Знаете, мне всегда казалось, что я люблю выпить. И это правда. Мне всегда так казалось. А сейчас я понимаю, что вот кизиловый морс мне нравится больше, чем вино. Почему-то сейчас грузин обидится, слышишь, грузинское вино. Так что не будешь вино пить? Буду. Ну как, винишко? Отлично. 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 Танечка, расскажите про перспективы на лето, только про реальные, а не то, что мы там читаем в интернете. Мы-то, как операторы, больше европейцы. И у нас больше было экскурсионных программ, а из чартеров у нас была только Греция. Вот мы очень ждем, что на лето откроется Греция. А вы думаете, это реально, что Греция откроется? Может быть, помните, был скандал прошлым летом, когда на территорию Греции приехали сербские туристы и их там депортировали. Так вот, в канун сезона 2021 Греция подписала Сербии меморандум о том, что она будет открыта для сербских туристов. И сейчас идет очень активное движение со стороны Украины и Греции. И надеемся, что они таки сольются в поцелуи и подпишут такой меморандум. Соответственно, будут острова, будет материковая Греция. То есть это, возможно, будет Крит, Родос? Конечно, конечно. Еще будут Халкедики, а еще будет Олимпийская ривьера, а еще будет Афинская ривьера и Пелопоннес. То есть высокая вероятность, да? Да, высокая вероятность, мы на это очень надеемся. И все наши бронировки, которые там висят с прошлого года, отелей, гидов и всех остальных, это все вот в очень большой надежде. Очень надеялась, что откроется Испания. Ну нет, страна, да? Но пока, ну нет таких вот, каких-то даже шевелений, чтобы она была. А вот Майорка, вот они могут открыть Майорку просто острова какие-то? И Сицилия, вот допустим Италия, не могут, да? Ну, никто не рискнет это сделать через головы Евросоюза. Единственное, кто... Ну и греки же плевали на Евросоюз, хотят открываться. Никогда они так не делали. Ну подождите, Болгария открывается, ничего? Болгария работает, Болгария и сейчас принимает туристов горнолыжных. Украинцев, Россия, нет. Народ летает в Банско с тестами, и вот сейчас Болгария активно продает лето. Продают летние лагеря, детские летние лагеря. Это понятно, а вот как Евросоюз? Ну, наверное, у них есть какое-то право на личное мнение, потому что они в Евросоюзе, но не в Шенгене. Совершенно четко поставлены чартеры на Черногорию. Мы очень ждем, что откроется Хорватия, потому что в прошлом году единственный европейский тур, который мы сделали, это была Хорватия. Вот, у нас были острова Хорватии, была материковая Хорватия, вот мы на нее рассчитываем. Это из пляжного отдыха. Италия пока нет. Все в Генгрии, Германии, это все нет. Албания в прошлом году была, да. А Албания будет, да? Надеемся тоже, что Албания будет для нас доступной. А вот Албания была очень популярна у вас в прошлом году? Албания с огромным пафосом открылась в 2020 году, и мы прямо все очень на нее рассчитывали и ждали. Но, к сожалению, где-то как-то, вот мое глубокое мнение, что Албания не готова к такому уровню сервиса и к такому объему туристов, которые привыкли принимать в Черногории, Хорватии, Италии, Испании. А все туристы, которые, вот аудитория, грубо говоря, да, они все повалили на Албанию. Они рассчитывали на албанский сервис, но страна, как мы знаем, она сильно пострадала в Балканской войне, потом советское прошлое, и уж тоже никуда не денешь, инфраструктура, и гостиницы, и пляжи, и все остальное. Албания прекрасная, она вкусная, она солнечная, но вот с сервисом там, конечно, и к отношениям туристов еще хотелось бы, чтобы это было лучше и выше, поэтому Албанию ждем. Четыре сыра. Адегиевский, Дорблу, Сулугуни и Меретинский. И что? Меретинский. 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 Таночка, как вам хачапури четыре сыра? Ловлю Дорблю. Но пока все смешалось в одном замечательном букете. Самым вкусным, конечно, нам показался хачапури. Да, действительно он очень вкусный, потому что мы пробовали хачапури по-джарски. Мне кажется, вот этот хачапури четыре сыра еще вкуснее. И весь этот хачапури стоит 129 гривен. А что Грузия? С Грузией было вообще замечательно. Помним сказочку про мальчика, который три раза кричал волки и все прибегали его спасали. А потом, когда наконец волки пришли, то спасать было мальчика-пастушка некому. Вот похожая ситуация у нас с Грузией. Вот в прошлом году волшебное слово Грузия открылось было для всех. Там уже билеты купили. Да, купили билеты. Сдували с паспортов пыль, доставали там купальники. Уже все, все едем в Грузию, едем в Батуми, едем на экскурсионку, будем по горам ходить, летать на Дельтаплане или еще на чем. Тут же приходило все, ааа, ничего нету. И вот Грузия, опять же, ждали горнолыжку, ждали Гудаури, ждали, что мы туда полетим. Опять нет. Грузия каждый раз с завидной регулярностью говорила, все, мы открываемся. И все опять радовались. Потом дули. Потом опять ничего. И сейчас последняя шутка. В грузинские рестораны ходить. Понимаешь? Единственное, что, что 28 января министр экономики Грузии в своем интервью грузинскому телеканалу анонсировала, что в феврале они откроются для регулярных рейсов. Грузия... Точнее о чем не говорит. Видно жительства, они будут требовать или еще что-то. Потом они сказали, что это не будет хаос, что они обязательно выработают систему, которая даст возможность им как бы регулировать поток здоровых туристов. Ну и будут... Сложно отрегулировать. Будут это тесты или будет это паспорт ковидный. Они до сих пор не определились. А просто такая информация, извините, я перебиваю, что Грузия и Исландия уже где-то просочилась информация, что они требуют ковидные паспорта. Именно две страны. Они могут требовать все, что угодно. Но это нарушение прав человека. Об этом уже сегодня мы читали, что кто-то из грузинских правительственных чиновников сказал, что, конечно, мы не можем нарушать права человека, потому что кто-то просто не хочет прививаться, кому-то это противопоказано. у нас есть аллергики, вообще не выработали никакой механизм и форма этих паспортов, какими они должны быть. Это должна быть какая-то электронная общая, всеобщая система. Это должны быть какие-то отметки в паспортах. Это должно быть все в цифровом виде. Ну, никто еще мир над этим работает, но по большому счету единой, понятной всем политики и системы пока еще нет. Поэтому Грузия, действительно, с первого февраля границы для регулярных авиаперелетов открыла, но для массового туризма пока, к сожалению, нет. Здрасте. Это каре. Вы говорите путешествия. Это кебаста. Класс. 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 Прекрасно. Выглядит замечательно. Да, выглядит замечательно. Держите пробовать. Каре, если вы делаете медиум, за то, чтобы оно было сочничаем. Чтобы было сочнее, ее делают медиум. То есть, да. Да, спасибо. Это очень вдохновляет меня. Наташа, ты не знаешь, почему это блюдо называется каре? Таня решила меня поставить в дуанское положение просто. Это ее обычное занятие. Ну, что такое каре? Ну, седло – это зряная часть. А каре? Ну, значит, это попа ягненка. Нет, это седло ягненка. Это тебе классно. Хотела, чтобы это была попа ягненка? Каре. Ну, в общем, какая-то часть. Нет, Таня. Это часть ягненка, которая… А почему она называется каре? Спасайте меня. Каре – это ребра на часть. Ребра. Ребра, понимаешь? Да. Да, ну, я что же посмотрела, это же не садись. Это же ребра, что ли? Боже, какое оно сочное. Вкусненькое оно? Да. Так это я еще без соуса. Таким маленьким. Так это вайс соусом. Как слезы его. Ой, она очень вкусная. Реально очень вкусная. Реально очень вкусная. Салфетка. Руками мясо кушать. Кемали в кемали. О! Я руками буду. Конечно, руками. Салфетку-то дали. Неудобно же просто. А вкуснее, ребята. Вкуснее. Прекрасно. Жирненькое оно. В меру. Ты знаешь, в меру очень даже в меру. Вообще, вот оно ягненка. Попробуй ради интереса. Ты не поймешь это ради. Серьезно. Ягненок это баран? Ребенок. Ребенок барана. Ребенок барана. Ребенок барана. Каре ягненка 100 грамм стоит 375 гривен. Ребенок барана. Данечка нам рассказала не только секреты про наши дальние перспективы, но и про сильно ближую перспективу. То, что мы с Даней, с вот этой Даней Комаровой собираемся во Льву. И у нас будет такая нестандартная поездка, в том смысле, ну не достопримечательности, а типа приколы. Да, приколы и гастроту небольшой такой. Да, поэтому подписывайтесь, ставьте обязательно лайки, и вы тогда узнаете не только, что такое реформы, а реформы это трусы. Семейные трусы. Семейные трусы по львовскому гору. А коллежанка это девушка на одну ночь. Это не подружка ваша по школе, это девушка на одну ночь. Для кумпеля. Для кумпеля. А кто такой кумпель, напишите в комментариях, мы вам не скажем. Как кебаб. Вкусно. Сочный такой. Мясо такое хорошее, вкусное. Сочный соус попробую. Это из телятины кебаб. Не баранина. 100 грамм этого кебаба из телятины стоит 195 гривен. Ресторан достаточно легко найти. Он находится на проспекте Лобановского 6А. Это бывший краснозвездный проспект. Да, а рядышком, вот я вижу в окушечке, там супермаркет Новус. Так что, ребята, киевляне, ресторан только что открылся. Кухня замечательная. Людей пока немного, пока немного. Обслуживание очень теплое и приветливое. Ну и, в общем, пока все вкусно. Вы уже в Сан-Дибар слетали, после вас-то начался туристический бур. Мы с Литали Сан-Дибар все туда поехали. Мы сейчас пришли в этот ресторан. Вы сейчас сюда пойдете, что ли? Здесь можно заказать еще грибной суп. Суп-харчу, естественно. Шурку можно заказать. Ну и бурщ, естественно, подает. Ссылочку на ресторан Дедико мы оставим под этим видео. Пхали. Пхали. А слово смешное, потому что по-украински оно звучит. На Пхали все Пхали. На Пхали все. Это со свеклой и со шпинатом. Корция Пхали стоит 138 гривен. Это вкусно. За это. Если мы так узнаем. Необычно. Оно типа орехи, такое шпинат. Здесь больше ботвы. Вот больше хорошо четко выраженный вкус ботвы. Боже мой. Я всегда смотрю в Орелые Решки, думаю, боже мой, как она там вот под камерой ест. А теперь сама. И такая с умным видом. На, это вкусно. Ну, прям вот тебе звезда. Говорят про квартал красных фонарей. Говорят, закрываются. Это очень интересная тема, кстати. Всегда моряки, возвращаясь из дальних плаваний, и по месяцу, и по два, и по полгода, они когда выходили на землю с зыбкой палубы, их тянуло ни к алкоголю, ни к еде, их тянуло к женскому, доброму, мягкому плечу. Конечно, сейчас может показаться удивительным, они там на себя тружат, может показаться удивительным, что в грузинском ресторане мы почему-то обсуждаем квартал красных фонарей в Амстердаме. Были в квартал красных фонарей официальные экскурсии. Их запретили официально. Вот мы в 19-м году, во время нашей амстердамской сессии, ходили туда сами. То есть мы водили туда туристов. Тема весьма такая скользкая, потому что дамы, которые там работают, у них у всех практически есть семьи, дети, мужья. Они платят налоги, у них, ну, в нашем понимании, профсоюз. Более того, есть у них своя собственная церковь, куда они ходят, там молятся всячески. Отмечают праздники. Они работают как обычные, нормальные люди. Это у них профессия. А детям рассказываешь, что мама там пошла на работу. Ну, вот этого я уже не знаю, насколько там детали. Взяла там, не знаю, рабочий какой-то реквизит. Что интересно, там вот если горит, например, красное окошко, вокруг красного окошка такая ободок, то это там девушка. А если там горит сиреневый такой с фиолетовым оттенком ободок, кто за этим окошком, девушка, которая была юношей. Это тоже востребовано. Чего нельзя делать в квартале Красной Фонарей, там нельзя фотографировать. Нельзя снимать видео. Нельзя ходить, нельзя снимать видео. Причем, говорят, бросают гаджеты, вот то, что находят аппаратуру, просто канал. Но я на самом деле тоже была в Амстердаме. Вы знаете, ребята, вот больше разочарования от, скажем так, достопримечательностей, я не помню. Вы знаете, такое ощущение, что как будто ты готовишься к этому, что ты увидишь сейчас какие-то красивых леди в каких-то обворожительных, сексуальных костюмах. Ну, как бы ты к этому внутренне готовишься, что ты увидишь. И ощущение такое, как будто бы ты купил билеты в оперный театр, пришел на там драм-кружок какой-то. Ну, то есть, реально дамы какие-то, типа как в купальниках. Часто они не молодые. Например, моего возраста. Моего возраста? Да, у Танечкиного возраста. Одеты, как на пляж. И ничего особенно такого, вот никакой такой губнички, если вы так же можете это увидеть, пускай это вас утешит, потому что граница закрыта, мы туда не скоро попадем. Но поэтому, я думаю, не стоит расстраиваться. На моих глазах вот девушку, которая стояла в витрине, две барышни снимали. На телефон она, немало не смущаясь, вышла топлес на улицу и достаточно агрессивно им сказала, кто вам позволил снимать, я вам не разрешала. Они быстро извинились и сказали, нет-нет-нет, мы ничего такого не делаем, и ушли. То есть, никто прям им физиономии не бил, гаджеты не забирал, канал не бросал. То есть, первое предупреждение, если тебе не доходит, то тогда уже быть добры, наверное, какие-то методы воздействия. Опять туалетов? Да. Кухня здесь. Прелесть. Танечка попала, кстати, вот когда начался коронавирус, самый замес. Она оказалась вместе с группой туристов, вот когда самое-самое было в Италии, самое страшное. Весной, когда вот только начался карантин. Да, вот она оказалась с группой туристов, они полетели вот перед самым закрытием границ, уже почти границы закрывали, и они оказались в Риме. Страшно было лететь туда, потому что мы просили и уговаривали заказчика, что давайте этот тур отменим. Вылет должен был быть 11 марта, и уже все круче и круче закручивалась эта каша. Уже было понятно, что границы закрывали, да? Уже понятно было, Украина еще жила в таком абсолютно фривольном режиме. И когда обратились к авиакомпании, мама сказала, что все рейсы они выполняют, и ничего они не собираются отменять, и никаких денег за билеты не собираются возвращать. Итальянцы просили нас, пожалуйста, не прилетайте, мы вам все деньги вернем, только не прилетайте. Но группа решила, что они хотят лететь. Официальных запретов не было никаких. Ну и мы приняли этот вызов, мы приняли этот бой, мы полетели с ними, страшно было лететь туда, потому что ты не знал, пустят ли тебя в аэропорту, не депортируют ли тебя обратно. Ну, нас попытались там пограничники итальянские, спрашивают, какого рожда вы сюда летите вообще? Вот, а мы им сказали, позвольте, ваше правительство границы не закрыло, самолеты летают, какие к нам вопросы? А что вы будете делать? Вот будем сидеть в гостинице. Ну, мы там какие-то бумаги подписали, нет, ну мы, правда, мы жили в гостинице, мы ж не ночевали в парке на лавочках. Да, действительно, вся культурная программа у нас накрылась, гид пришла вечером, плакала вот такими слезами, что если она будет с нами работать, мало того, что ее лишат лицензии, то она еще будет там подвергнута очень высокому штрафу и вплоть до тюремного заключения. Поэтому мы гуляли сами. Не паниковала группа? Ну, нисколько. Они знали, они были счастливы. Такого Рима, какой мы увидели, город был не просто готовен, выбершить. Итальянцам было запрещено вообще выходить из дома, им нужно было специально распечатывать лист бумаги, писать, куда они идут четко по времени. И в радиусе там каких-то 200 метров, не больше. Паника была у них больше, чем у нас. Город патрулировался карабинерами, там все пустое абсолютно. Фонтан Треви пустой, колесей пустой, площадь Святого Петра пустая. У нас одна наша туристка так возлегла посреди площади Святого Петра в аккурат с видом на собор к ней подошел господин полицейский и говорит, ну, сеньора, здесь нельзя лежать. Она говорит, хорошо, сейчас закончу фотосессию и пойду. Ну, мы, конечно, не нарывались и не дергались, но мы гуляли невероятно много. Мы нахаживали по 20-25 километров за день по Риму. Работал общественный транспорт, работал наземный транспорт, чтобы мы не закрывали вообще. Не закрывалось ничего и было страшно, прилетим ли мы обратно. А как в следующем ресторане тоже все были закрыты? Все было. Что мы ели? Мы питались в гостинице, у нас был полностью ресторан, наш обслуживал нас. И вот когда мы сидели... И ужины прямо были, да? Конечно, все было. Вот когда мы сидели у себя там за столами в ресторане, редкие прохожие, которые там пробегали мимо, вот такими глазами смотрели в витрине и сказали, кто эти люди? То есть работали в том, почему их корм? А почему их кормят? И готовили его специально для вас? Специально для нас готовили. И жили мы рядом с замком Святого Ангела, то есть в пешей доступности от Святого Петра, от Тибра. Когда удалось зарегистрироваться на обратный рельс, мы, конечно, были очень счастливы. Говорили, что там уже ТСН всех ждет в аэропорту, снимает в лицо, чтобы страна знала, кому бить морду по прилету из Италии. Ну да, что вы же типа завезете коронавирус, мы же все привезем. А не заболел ни один человек? Нет, никто, ни один человек не заболел. И когда мы зарегистрировались на рейс, вот потом уже, когда мы летели в самолете, было несколько пустых мест, и люди, которые летели в этом самолете, сказали, что они покупали обратные билеты по полторы тысячи евро. Вот если наши билеты туда и обратно стоили в районе 350, то... Границы закрывали уже. Да, и вот мы прилетели 15-го, по-моему, а 16-го закрыли границы. Украина закрыла границы совсем. 17-го до 17-го. Да. Мы вскочили в последний вагон уходящего поезда. Я думаю, это был эксклюзивный опыт. Я думаю, что такого Рима никто не видел. Мало кто вообще видел, кроме самих римлян. В Танечке я знаю еще много разных историй, как путешествия иногда меняют жизнь. Вот я знаю, что есть история про розовые уги. Как на мужчине оказались розовые уги. В туре по Германии, причем по новогодней Германии, был молодой человек, он был одинок, когда были в Нюрнберге. Дело было на Новый год и 31 декабря. Немцы вообще Новый год не очень празднуют. Они празднуют Рождество. Ну, как вся Европа. Как вся Европа. И все уже в 12 часов улюлю и спят. Когда на утро нужно было переезжать в другой город, оказалось, что этого молодого человека в номере нет. Мы думали, он сбежал. Это еще были времена, когда не было без визы. И что делать? Нужно выполнять программу еще ехать и в Прагу, и дальше за Прагу. Заявили в полицию, мало ли куда человек пропал. А он был такой, любитель выпить. Заявление сделали, но группа большая, больше 30 человек, и поехали. А потом еще от Праги через Брно, Коломоутсу поздно-поздно вечером приезжаем и этот молодой человек встречает группу счастливый, с похмелья, еле живой и в розовых женских уголках. Ты покинь, биография какая. В деле у кого? Это ж надо было пройти пол Европы. Сам он, сам из Баварии доехал до Праги на каких-то неизвестной истории о темной, на чем он добирался, то ли попутками, то ли электричками. Может быть, она его в благодарности за незабвенную ночь подарила угги и привезла сама. Мы не знаем. История темной. А он не рассказывал? Нет. Нет, жентльмэн. Понимаете? Мы культурно не уточняли. Детали розовые угги говорили сами за себя. У него не было другой обуви. А до этого было нормально. С собой. Нормальная ботинка, обычная ботинка. Необычных ботинок у него с собой не было. Нет, конечно, поменялся с кем-то. И как он их забыл, я не знаю, или оставил, или потерял ли. Ребята, стане невозможной работой, он все время ржет, он все время хохочет. Смех без причины. Понимаете? На самом деле, вот когда нам не хватает путешествия, мы начинаем искать впечатления. Ну, гастрономические впечатления тоже, ну, ничего себе впечатления. Ну, это тоже одно из важных составляющих. Да, это эмоции, это приятные встречи с друзьями, опять же, это какие-то секреты. Я очень благодарна Танюше и Наташе, во-первых, за знакомство, во-вторых, за дружбу, и, конечно же, за сегодняшнее приглашение. Два секрета вот сегодня для вас. Что такое путешествие в жизни, как могут изменить путешествия в жизни человека, и секрет, новый ресторан грузинской кухни. Очень хороший, уютный и тут очень вкусный, действительно. Да, очень вкусный, очень приятно, очень ненавязчивая такая атмосфера. Ну, прощаться будем. Да, на этой радостной, вкусной ноте мы будем с вами прощаться, но не прощаться, а говорить вам до свидания, так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых волнующих встреч. И ярких вам путешествий. Пока! И вкусных путешествий!